Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой VT-канал снова. Меня зовут Юлия, и я знаю, что я очень давно не записывала видео. Причина в том, что мы переехали. Да, то есть мы переезжали в пятницу. До этого, ну на предыдущей неделе, мы собирались каждый день, каждый день что-то упаковывали, и почти каждый день мы ложились спать достаточно поздно. В пятнице это был тот день, когда приехали грузчики, они перетаскивали всю мебель, они перетаскивали все коробки, которые были заполнены. Все постепенно уходит. Диваны. Все вот так выглядит, таким образом. Наш котик уже устал, он не понимает, что происходит, наверное, не понимает, наверное, но мы здесь в этой комнате находимся, потому что другую комнату они сейчас перевозят, и получается, да, я думаю, через где-то, может, час. Ой, куда ты забылася? Нет, не прыгай сюда, нет, нет, нет. Ну, уже собрались, еще хочу показать вам, как наши апартаменты выглядели, когда мы в них заехали без мебели, в общем, на самом деле, я изначально тоже думала, что, о, тут много пространства, но когда ты ставишь диван-диван, там стол, конечно, ну, как бы не так много пространства, как это вначале, казалось, кухня, там наша спальня, туалет, и это была моя бьюти-комната. Да, это было хорошее время в этих апартаментах, но, конечно, захотелось чего-то нового, определенного, и это время пришло, поэтому пока-пока, прощаемся. Эхо, куда все делать, где вообще все? Сейчас едем смотреть на дом новый, и заодно нам дадут ключи, кот вообще тут просто в шоке, он не понимает, что происходит, как стрессовая ситуация, и, получается, мы возьмем ключи, посмотрим на дом и вернемся опять, чтобы забрать все необходимое там из холодильника, и все остальное, что мы не забрали в данный момент, но сейчас все коробки, все, что мы запаковали в коробки, грузчики загружают в машину, поэтому все нормально в этом плане, но, в общем, да, все замечательно. Сегодня, кстати, очень туманно на улице, чего давненько не было, в общем, да. У меня было, наверное, знаете, сколько? У меня было коробок шесть с моей бьюти-комнатой, сейчас я сижу в своей бьюти-комнате, как можно верить, у меня еще ничего не готово, чтобы начать снимать, и я не знаю, я до последнего откладывала вот этап, когда я буду делать эту комнату бьюти-комнатой, потому что мне нравится, что у меня есть столько много пространства, и еще, наверное, забыла сказать, но это важно, когда я зашла в первый раз в эту комнату, и я еще не разобрала никакие коробки, я поняла, что мне очень-очень нравится вот этот минималистичный какой-то дизайн, где у тебя в комнате не целая куча предметов, и вообще в доме у тебя не много-много всего, и да, когда я захожу в свою бьюти-комнату в предыдущем, в апартаментах, где мы жили в предыдущих, там прям было много всего, и как бы не было, я не знаю, не было этого минималистичного какого-то подхода, здесь я прям не хочу, чтобы мне было много всего на виду, мне понравился тот факт, что как бы эта комната полупустая, то есть если бы я там не делала YouTube, понятное дело, у меня не было столько косметики бы, я бы оставила эту комнату очень простой, в плане здесь не было бы много-много каких-то непонятных вещей, каких-то там ящиков из Икеи, я бы сделала ее очень минималистичной, но в то же время уютной, но так как у меня много аппаратуры и все такого, я вот именно поэтому до конца дотягивала, чтобы эта комната осталась как можно больше просторной, как это возможно. Это мой первый раз на самом деле житья в доме, я до этого ни разу не жила в доме, все время были квартиры, апартаменты, и честно мне нравится, мне нравится это ощущение, как сказать, знаете, когда ты живешь в доме, у тебя гораздо больше пространства, и как бы у тебя нет соседей, которые там стучат сверху, снизу, хоть мы и жили на четвертом этаже, последнем, но все равно это ощущение свободы и просто тот факт, что ты можешь делать, что хочешь в любое время дня и ночи. Ну и, конечно, другой плюс это то, что все твои посылки приходят тебе под дверь, не нужно спускаться, получать посылку какую-то, что, не знаю, может для кого-то это сущие пустяки, но как бы мне это очень нравится, или там заказываешь еду. Кстати, заказывали еду просто, наверное, каждый день, всю неделю, потому что мы упаковали все наши приборы, все такое, это реально очень круто, ты открываешь дверь и все, у тебя курьер, еда, в общем, это удобно. И также у нас есть задний двор, что просто супер здорово, потому что там можно делать барбекю, можно загорать там летом, ну у нас нет бассейна, но, в общем, зато есть задний двор. И да, я перестану болтать, наверное, сейчас вам покажу, как выглядит моя бьюти-комната. Говорю сразу, она вообще неорганизована. Что вы понимали, кстати, вот эта косметичка, это то, что я использовала каждый день, вот до, наверное, вчера, до вчерашнего дня, потом я уже начала вытаскивать и открывать коробки, и, в общем, вытаскивать какую-то косметику, потому что мне было недостаточно того, что у меня есть в данный момент, вот, но это то, чем я пользовалась все это время, вот, конечно. На самом деле я поняла, что не нужно прям много для того, чтобы красиво выглядеть, достаточно, чтобы у тебя был хороший консилер, хороший тон и пудру. Я поскучала по своей, кстати, пудре от Huda Beauty, я прям ее специально искала, потому что я поняла, что альтернативы этой пудры нет, скажем так, она самая лучшая для того, чтобы подсветить кожу под глазами, делать бейкинг, я обожаю это делать, даже в обычные дни, даже когда я не снимаю. В общем, да, давайте я вам покажу свою комнату. В общем, моя комната находится на втором этаже. Как я уже сказала, я ничего не распаковывала еще, в общем, стоят мои коробки. Я хотела до этого оставить их закрытыми, но, в общем, поняла, что мне нужно было вытащить пару вещичек. Так, наш котик, он там умывается, он кайфует. Так вот все выглядит, и я даже, окей, я примерно понимаю, где я хочу поставить свой стул, в общем, под каким углом я буду снимать, но мне кажется, что поставить его вот сюда будет лучшим решением, как мне кажется, потому что таким образом у меня будет много света падать на меня, мне очень нравится, что в этой комнате невероятное количество света, три окна, вот, и здесь у меня еще есть гардеробная. Понятно не было, что я буду хранить здесь все свои коробки. Здесь, кстати, есть окно, представляете, как это круто? Я ни разу не видела, чтобы в гардеробной были окна, вот, и, конечно, благодаря тому, что здесь есть эта комната, гардеробное пространство, это, понятное дело, больше в этой комнате, больше метраж, чем когда мы жили в апартаментах. Мне очень-очень нравится, что я могу хранить здесь там аппаратуру, платье мое свадебное, в общем, круто. В общем, знаете, что, как оказалось, когда грузчики переносили мои айкиевские предметы, здесь царапина возникла, здесь царапина возникла, и на этом столе тоже возникла царапина, прямо на такая нормальная ее можно увидеть. Немножко все равно печально, потому что это были, ну, почти новые сеты из Икеи, вот. И да, я думаю, что я начну либо сегодня, либо завтра, потому что у нас уже, типа, 3 часа. Вот, мне безумно нравится просыпаться с утра и видеть, как солнечные лучи проникают в наш дом. Здесь гораздо больше солнечного света, каких-то маленьких окошек, и это добавляет еще большего желания просыпаться раньше утром, чтобы посмотреть, наблюдать. как дом заполняется солнечным светом. Наш котик, на самом деле, пережил переезд, не могу сказать, что прям очень нелегко, потому что в первые два дня он прям хотел только за мной, он боялся всего. Это был стресс для него 100%. Сейчас, конечно, он уже так более как привык, и да, сейчас он прям даже бесится, и он обожает прыгать на второй этаж по ступенькам, бежать наверх. Конечно, это делает меня очень счастливой, я знаю, что котик постепенно понимает, что он переехал и привыкает к новому месту. Сейчас я хочу показать вам, сколько у меня вообще косметики во всех моих коробках и ухода. Кстати, на втором этаже и моя ванная, где я навожу демакияж, и я использую свой уход и так далее, ну, потому что у меня всегда ушли, у меня есть волосинка, у нас даже в апартаментах предыдущих, где мы жили, у моего мужа была отдельная ванная, а у меня отдельная, и мне нравится это больше, потому что таким образом он не видит большого количества банок-сколянок. В общем, вот так выглядят коробки с косметикой, тут просто, ну, много всего, да. И я, допустим, писала тени, румяны, чтобы знать вообще, где что, и это, понятное дело, моя другая коробка, все просто я так запихала туда, конечно, когда дело касалось, например, чего-то того, что может разбиться, я постелила вот такой, что-то мягкое, в общем, полотенце в данном случае, чтобы это все, ну, как бы не разбилось. И, а, тени у меня, по-моему, здесь тоже, я тоже постаралась, чтобы это было укрыто как-то. В общем, мне кажется, у меня это получилось, это мое зеркало, которое тоже хочу скоро распаковать, сегодня как не дошли руки. Вот таким образом выглядит моя ванная, я знаю, что она не в самом прям лучшем состоянии, но, да, так выглядит, это, кстати, не весь мой уход, понятное дело, я очень-очень долго пользовалась вот этим средством, это мне прислали, по-моему, Style Korean на обзор, я реально, мне кажется, там уже меньше половины, половины осталось, потому что у меня не было другого тонера, и я взяла именно этот тонер только, потому что мне он нравится, он увлажняет, и анти-эйдж, и все такое, и это умывалка, которую я тоже пользуюсь постоянно, получала, по-моему, я ее в Гуди Бэг, и мне она нравится, реально хорошая умывалка, в общем, да, такая вот у меня ванная, знаете, опять же, как классно, что есть окошко, я обожаю, когда есть много натурального, естественного света, но в следующем включении я, наверное, сделаю тайм-код, лишь что, вроде того, мы уже будем с вами разбирать всю косметику и складывать ее во мои ящики из Икеи. И, наконец, настал тот день, когда я хочу организовать, наконец-таки, свою бьюти-комнату, я хочу разложить всю косметику по своим местам, чтобы, как бы, была какая-то организация, потому что каждый раз я делаю макияж, я понимаю, что вся моя косметика в коробках, и это доставляет очень много неудобства, потому что я не хочу лезть в коробки и использовать макияж, который я, наверное, должна использовать, поэтому, да, давайте начнем прямо сейчас. В общем, в этих коробках у меня находится вся моя аппаратура, в этой коробке находится большинство моего богатства, на самом деле, это мои румяна, хайлайтеры, поэтому это, наверное, самая такая драгоценная коробка из всех, как мне кажется, очень-очень тяжелая. И в какой-то из других коробок у меня находятся все мои органайзеры. В общем, нашла эту коробку, на самом деле, органайзеры. Правила сложнее всего перевозить, потому что они очень легко могут разбиться, и их нужно в отдельную коробку, да, ложить. Знаете, хорошая идея это всегда очищать ваш органайзер, когда вы переезжаете. Я надеюсь, что не у всех есть время очищать органайзеры, когда вы переезжаете, но тогда, когда вы приезжаете на дом, вам придется очищать все это. Ну вот, мне прошла и неделя, и я все-таки решила заняться опять субъективной комнатой. У нас сегодня очень такой пасмурный день, ничего не хочется делать, но я все-таки должна организовать свою комнату, потому что неделя прошла, а бьюти-комната неорганизована. Давайте начнем. Наверное, я хочу начать с этой коробки. Здесь все очень легко, потому что здесь только хайлайтеры. Другая коробка, здесь у меня еще больше румян, они по коробкам разбросаны. В общем, здесь одни из моих самых любимых румянных, которые я использую чаще всего, поэтому я сюда их положила. Хайлайтеры опять же приглашаются. Просто сколько, много косметики. И здесь у меня помады, маска. Кстати, вот эту палетку от Мэкапа Блюж я получала в адвент календаре, и знаете, мне кажется, эти хайлайтеры, они слишком too much, они слишком блестящие, слишком сияющие. Я даже не думаю, что это те цвета, которые мне подходят, и которыми я буду пользоваться. Например, этот оттенок, он слишком какой-то коричневый. Этот оттенок, он хороший, но, опять же, не смотрится он настолько естественно. Ни один из этих оттенков, на самом деле. Поэтому, думаю, что от этой порядки я хочу избавиться, потому что я знаю, что я не буду ей пользоваться. Это, кстати, относительно новые румяна. Для меня у Данессы Майрикс я получала это в Ипси. И, в общем, да, я еще даже ни разу не использовала их. Это может использоваться и как помада, и как румяна. Красиво смотрится, в принципе. И пахнут. Да, хороший запах. Аромат прикольный. Честно, ребята, немножко запуталась, как я организовывала все-таки пространство в ящике, где я хранила свои палетки для лица и хайлайтеры. Я нашла видео, где я делала расхламление. И все никак не пойму, какой контейнер я использовала здесь. В общем, нужно все-таки собраться и понять. Может быть, я даже хочу как-то изменить свое хранение косметики, потому что... Наверное, пришло время. Вот так выглядит моя коробка с тенями. Я думаю, что у меня еще есть больше теней в другой коробке, поэтому давайте займемся ими. Положим их в этот последний ящик. На дно, я, естественно, положу эту палетку от JetPistara. Я не пользуюсь, но это, как бы, знаете, для коллекции на память. Поехали. Вчера у меня села камера, ребят, и я извиняюсь, что я не засняла, как я разложила тени и все такое, но произошло что-то очень странное. Дело в том, что моя зарядка для батарей от моей камеры Sony, она просто исчезла. То есть у меня никакого такого не было, чтобы я была в одной комнате, и у меня все в одной комнате находится, когда дело касается съемки. И тут что-то пропадает. И я знаю, что я не выносила это из комнаты. Я ничего не могла с этим сделать, потому что мне нужно, чтобы моя зарядка находилась около меня, потому что в любой момент камера на Sony садится, и я обыскала весь дом, я обыскала всю свою комнату, и это пропало. Наверное, домовой решил поиграться взять, но, в общем, я все-таки заказала с Амазона однодневную доставку, и вот ко мне пришла зарядка, и я, наконец-то, продолжаю снимать, что здорово. И сейчас я, кстати, надеюсь, что это видео вам кажется интересным, и что оно не какое-то скучное, но я давно не снимала видео, и поэтому я еще пока привыкаю к тому, что нужно опять говорить на камеру, и мне требуется время, чтобы привыкнуть опять к этому. В общем, вот так я разложила все свои тени. Наверное, это не самый идеальный расклад, но пока что так. Я думаю... Да, я думаю, с тенями у нас пока нормально. Теперь... Теперь нас ждет эта коробка. Она просто огромная. Тут целая куча косметики, и она очень тяжелая. И, по-моему, в эту коробку я положила помады, я положила то, что у меня хранилось в самом первом моем ящике. Здесь палетка снега от Маград. Надеюсь, они все пережили переезд. В общем, это будет интересно. Давайте все это вытащим из коробки. Сейчас, как никогда, мне точно нужна мотивация. Офигеть! Знаете, наверное, я это и сделаю. Я хочу просто выводить всю косметику из этой коробки прямо на пол, потому что выбирать по одной это будет долго. Так, ну-ка. Вау! Вот это с чем мы работаем, с чем мы имеем дело. Офигеть! Чао! Хай, боди! Неужели с этой маммой? С этой маммой? В общем... Кстати, вот эту палетку я купила случайно, и она слишком как темная, но так как бренд BH Cosmetics закрывается, это единственная, потому что у меня есть от этого бренда, я все-таки, может, сохраню ее, потому что мне нравится дизайн, тулум, и вот как-то... Что-то в этом есть, в общем. Поэтому я хочу это сохранить. Вау! Давайте приступим к этому. Кстати, здесь очень много... А, здесь румяна, здесь есть коллектор, здесь есть вообще... Блин! Вот опять же, когда это все хранится в ящиках, вы не видите количество косметики, которое у вас есть, но когда вы все это отваливаете, просто понимаешь, насколько все серьезно, насколько все запущено, ну, если подумать об этом, да, кому нужно такое большое количество помад, вот честно, просто никому. Поэтому я хочу определенно сокращать потребление своей косметики, и как-то эту милую штучку. В общем, все, я буду все это раскладывать, да, пришло время, пожелайте мне удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Поэтому я в восхищении разложить их наконец-то по полочкам, в которых они должны лежать. Здесь я храню в первой полочке, наверное, знаете, уже блески от Maybelline Lift Rackloss. У меня вся коллекция полная, первая, с которой они вышли. Я не покупала никакие новые оттенки, кстати Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok